Всем привет! Сегодня мы с вами разберем песню группы Дайте Танк под названием Смешно. Эта песня вышла с альбома Глаза Боятся в 2015 году, что, с одной стороны, было вроде совсем недавно, но, тем не менее, эта песня совершенно замечательная, и она была одной из первых песен, с которой я познакомился в данном коллективе, когда вообще впервые их услышал, наряду с песней Вуаля. И, возможно, если бы я начал свое знакомство с других песен, мое теплого отношения к этой группе могло бы и не быть. Но все сложилось, к счастью, как сложилось. И, в частности, данная песня у меня разобрана на укулеле, когда-то уже давно, года два назад, и меня неоднократно просили разобрать сольный проигрыш и выложить аккорды. Выложить аккорды я выложил, но, возможно, в этой песне основная сложность составляет не просто аккордовая последовательность, а именно характер ритмического рисунка и боя, с которым она играется. Поэтому, я думаю, возможно, кому-то это будет интересно. Ну и, соответственно, разберем, как играется соло. Я надеюсь, что мы с вами совершим это увлекательное участие вместе. Не расходить. Поехали. Итак, часть первая. Обсудим, давайте с вами с вами структуру песни. Ну, структура достаточно, с одной стороны, простая, с другой стороны, все-таки имеет некоторые свои нюансы. Начинается все со сступления характерного. Но, я думаю, там все помнят. Проигрыш, которым, в принципе, ничего не играется, кроме как электрогитара. Это в оригинале. Но мы ее сыграем, конечно, на укулеле. И там будет несколько вариантов игры этого вступления. Но об этом чуть позже. Вслед за этим идет первый куплет. За первым куплетом идет припев. Да, вообще, надо сказать, что всего в песне три куплета. Да, и вслед за первым куплетом идет припев. Вслед за припевом идет... Ну, все, кто знакомы с этой песней, как бы никого не удивит, что идет некоторый сольный проигрыш. Ну, и вот такая структура куплет-припев-проигрыш, она повторяется дважды. Ну, значит, первый куплет-припев-проигрыш, и потом второй куплет-припев-проигрыш. В общем, с точки зрения игры на инструменте, все абсолютно одинаково. Ну, и чуть-чуть вариативности добавляет третий куплет. Третий куплет, он играется отлично. От первых двух. Там и аккорды другие, и размер другой. Потому что, ну, как бы, если вы помните оригинал, в третьем куплете, там, бас-гитара и все сопровождающие инструменты, как бы, отсутствуют. Фактически, Дмитрий Маджухин, ну, это солист коллектива, он, фактически, сольно ее вытаскивает на одном голосе. Вот. И вслед за третьим куплетом идет, опять-таки, припев. Вот. Но припев слегка тоже, слегка видоизмененный, относительно первых двух. Там вот, и больше никого, больше никого. Но об этом мы тоже чуть поговорим. Вот. Ну, и, соответственно, потом фактически финализирует, завершает эту песню, опять-таки, все тот же фирменный проигрыш. Ну, ну, как-то так. Давайте дальше приступим к более подробному разбору всех компонент данной песни. Переходим к разбору вступления. Переходим к разбору вступления. Переходим к разбору вступления. Вот. Ну, хорошо. Давайте теперь с вами разберем, собственно, вот этот рисунок. Эти несколько рисунков. На самом деле, если вы заметили, что там я менял характер боя, хотя последность аккорда была одна и та же. Соответственно, нам нужно всего для того, чтобы сыграть этот фрагмент, всего четыре аккорда. Это ми минор, е, м. Е, м. Значит, он е, м играется. Ну, у вас здесь будет отображено последность каких нот вам нужно зажать в левой руке. Если за этим идет аккорд G, он же соль, соль мажор, G. Вот. Если за ним идет аккорд D, он же ре мажор, ре, и потом переходит ре, ре диез, ре диез тоже, да. Ре диез это D диез, D шарп. В общем, кому как и больше нравится его называть. Вот. Хорошо. Теперь давайте разберем, какой же ритмический рисунок у этой песни. Вот, ритмический рисунок представляет, пожалуй, наибольший интерес и сложность. Вот. Давайте я буду... Эта песня написана в размере четыре четверти, поэтому я буду отчитывать шнадцатые доли. Вот. Их, соответственно, будет в каждом такте шнадцать. И отчитываться не так. Раз, та, и та, два, та, и та, три, та, и та, четыре, та, и та. Это равные шнадцатые доли. Раз, та, и та, два, та, и та, три, та, и та, четыре, та, и та. Раз, та, и та, два, та, и та, три, та, и та, и та, четыре, та, и та. Ну, еще медленнее. Раз, та, и та, два, та, и та, три, та, и та, четыре, та, и та. Раз, та, и та, два, та, три, та, и та, и та, 4, та, и та, и та, и та, и та. Ну, это есть простой рисунок, который играется, как в оригинале. Но поскольку там дальше в оригинале песня там еще вступает бас, разные другие инструменты, которые дополняют этот рисунок ритмический, Чтобы он так же звучно выглядел на одной укулеле, я предпочитаю в некоторых местах вставлять такую галлопирующую последность. Галлопирующую, почему я ее называю? Она так вот идет. То есть, как играется такая последность нот? Мы просто делаем последовательно три ноты вниз, вверх, вниз. Просто сыграны быстро. Вниз, вверх, вниз, 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 вниз. Вот. И какой рисунок играю я? Вот. Такой рисунок. Галлопирующую ноту, я думаю, вы заметили. Вот это. Вот. Хорошо. Теперь давайте мы с вами его тоже, ритмический рисунок с этим галлопирующим последующим нот, мы тоже с вами разберем. Значит так, давайте я тоже буду отсчитывать шенадцатую долю. Сейчас он будет. Ну, как, соответственно, играет опять-таки. Ну, последность аккорда та же самая. Ми минор, соль, ре, ре диез. Раз, и два, и то, три, и четыре, и. Раз, и два, и то, три, и четыре, и. Раз, и два, и то, три, и четыре, и. Что такое тот же самый вступительный рисунок, но с галлопирующими нотами мы с вами обсудили? Давайте теперь попробуем его сыграть медленно. Давайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Сы, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Так, давайте еще раз с вами обсудим, соответственно, как этот ритм играть с точки зрения ударов вниз-вверх. Давайте медленно. Вниз, 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 вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Ну вот, так играется. Да, ну и забавный факт, касающийся еще также вступления, в том, что ритмических рисунков, которые мы с вами разлучим в рамках разбора вступления, их всего не один, не два, даже целых три. После того, как мы сыграли с вами вступительный рисунок, который я вам показал самым первым, след за этим галлопирующий, один раз, мы переходим к рисунку, который, грубо говоря, навеян партией барабанов. В этой песне... На самом деле в оригинале гитара играет тот же самый вступительный ритм, который я разобрался с начала, но мы его слегка изменим для того, чтобы усреднить некоторым образом между гитарой и барабанами, чтобы та партия, которая получилась у нас в итоге, чтобы она точнее отражала некоторый общий ритм, который задает песня, именно благодаря барабанной партии. Поэтому я предлагаю вам сыграть следующим образом. Давайте сыграем. Ну и, соответственно, как играется этот ритмический рисунок, он играет в следующем образом. Давайте медленно разберем. Ну а последний аккордов опять то же самое. Е, М, Ж, Д, Диез. Так вот, играется так. Раз, та, и, та, два, та, и, та, три, та, и, та, четыре, та, и, та. Ну и так далее. Сейчас мы с вами очень быстро, оперативно разберем, как сыграть первый куплет. А почему мы его разберем оперативно? Потому что мы все ритмические рисунки, которые в этой песне только можно себе представить, разобрали во втуплении. И, в частности, третий ритмический рисунок, который мы с вами разобрали, он фактически побеждает эту песню. То есть он, ну, с помощью него сможет сыграть практически буквально каждый фрагмент последующей данной песни. Давайте еще раз мы его сыграем. Этот ритмический рисунок. И так далее. Ну и теперь давайте с вами разберём, собственно, какие аккорды играются в первом куплете. Ну, как это ни странно будет прозвучить, играются ровно то же самое, что игралось во вступлении, за исключением последней самой строки первого куплета. Вот. Давайте сейчас я его сыграю. Вы стреляете на поражение. Ну, это начинается с Е. Соль, Р, Р диез, Феерверками, чтоб небо не было, Соль, Р, и теперь опять минор. Вот бы знать, каково отражение, Соль, вот бы знать, каково отражение, Р, когда зеркало смотрится, зеркало... И вот здесь отличие. Возвращаемся в минор. Кала-а-а-а... И опять Р, А вам всё смешно... Так, ещё раз. Вот бы знать, каково отражение, вот бы знать Соль, каково отражение, Р, когда зеркало смотрится в зеркало... И вот здесь Е, минор. Кала-а-а-а... И опять Р. А вам всё смешно... И дальше припев. Но об этом дальше Переходим к пятой части, а именно к разбору припева А вам все смешно, пока мы опускаемся на дно С точки зрения ритмического рисунка ничего не меняется относительно первого куплета Играется тот же самый ритмический рисунок Но аккордная последовательность меняется достаточно кардинальным образом Так вот, да, зеркало, а вам все смешно Да, и для того, чтобы сыграть следующие три строчки А вам все смешно, пока мы опускаемся на дно, спасатели тону дону Вот для того, чтобы сыграть эти три строчки, нам понадобятся три новых аккорда Это аккорд А-минор, А-М, он же А-М Вот, ну он у вас появится где-нибудь здесь, в углах экрана Здесь за ним идет аккорд С-минор, Б-М И аккорд, опять-таки, ми-минор, Е-М Вот, а вам все смешно, А-М И как, соответственно, они играются с точки зрения распределения по ритмическому рисунку А вам все смешно, раз, и, та, два, та, и, та Б-М, Е-М, А-М Б-М, Е-М, А-М Б-М, Е-М Ну, соответственно, еще раз, давайте проговорим это более подробно То есть мы на первый удар вниз играем А-М То есть вот первый этот рисунок Вниз, 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 вверх, вниз, вверх Мы все время держим один и тот же аккорд А-М Вслед за этим мы переходим к второй части такта Мы переходим к аккорду Б-М Вниз, 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 вверх, вниз, вверх Меняем аккорд на Б-М Вниз, вниз И потом вниз, вниз, вниз Вот это на сдвоенный вот это вниз-вниз Мы меняем аккорд с Б-М на Е-М Да, и, соответственно, так мы играем три раза А вам все смешно Пока мы опускаемся на дом Спасателю И дальше вот играется другая Поднять аккорды Соответственно, для того, чтобы сыграть дальнейший кусочек И больше никого не будем Мы соседи чужие люди Принесите там мир на блюдо Я не улыбнулся Мне все равно Для этого нам понадобятся другие аккорды А именно только мажорные И, соответственно, аккорд до-мажор Который можно сыграть либо открытым образом Либо закрытым с баре на третьем ладу Кому как больше нравится Я предпочитаю играть с баре Ну, у вас появится на экране и та, и другая Модификация этого аккорда И больше никого не будет Потом вам понадобится аккорд Ре Который мы уже с вами сегодня встречались Он же Де Мы совсем чужие И Соль С ним мы тоже же С аккордом Жем мы сегодня уже встречались Не несите мир на любви Я на Дре Ре диез Так вот И больше никого не будет играть с аккордом С И больше никого не будет Да, вот этот ритмический рисунок наш Тоже два раза повторяется с аккордом С И больше никого не будет Теперь Мы совсем чужие люди Это аккорд Д Мы совсем чужие люди Теперь аккорд Ж Ж, он же соль Принесите мир на любви И опять Д Я не улыбнусь И Диез Мне все равно Да, и дальше, соответственно, переходим к проигрышу между куплетами Но о нем мы поговорим тоже следует Давайте перейдем к обсуждению проигрыша между куплетом и припевом Ну, между первым и вторым, или вторым и третьим Опять-таки, играется абсолютно одинаково Проигрыш играет следующим образом Ну и понятно, и так далее Опять-таки, ритмический рисунок В точности повторяет тот же самый рисунок Что мы с вами разобрали во вступлении Третий ритмический рисунок вступления Вот, хорошо, теперь, собственно Какая последняя аккордов нам предстоит с вами сыграть Для этого нам понадобится, опять-таки, аккорд Ля минор, аккорд соль мажор, аккорд ре мажор Ну и ми минор, кажется, тоже нам понадобится Вот, да Хорошо, ну и давайте теперь начнем разбор проигрыш Значит, у нас последняя аккорд такая Ля минор, ля минор, ля минор, соль, ре, ля минор, ля минор, ре, соль То есть, видите, как он меняется Первый раз Но забавно так чередуется Вот, да, и дальше Ре, соль, ре, ми, ми, ре Я, соль, ре, я, минор Ре, соль, ре, соль, ре, ми, минор Ре, ми Хорошо, значит, еще раз А как вместе с нашим ритмическим рисунком? Это ля, минор, соль, ре, ля, минор Ре, соль, ре, соль, ре, соль, ре, ми, ми, минор Да, ну и здесь, соответственно Только вот в самом-самом краешке Немножко ритмический рисунок меняется А именно где? Смотрите, где-то там Значит, у нас фактически У нас с вами здесь припев состоит из четырех тактов То есть первый такт это Ля, минор Это первый такт Второй такт Да, и теперь вот третий такт играется по-другому Немножко Ритмический рисунок То есть вначале А вот здесь вот, где соль, ре, ни Да, вот где соль, ре Там играется немножко по-другому Вот там играется вниз-вниз-вниз-вниз-вниз-вниз А дальше как обычно с минором вниз 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 и R и р вниз, низ, вверх, вниз, вверх соль, вниз, вниз, вниз теперь минор вниз, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх и отдаёт там дадам, а ба ба бай Переходим к шестой или седьмой части, я уже забыл. Это разбор третьего куплета. Третий куплет играет следующим образом. Он в некотором смысле принципиально отличается от первого и второго куплета, прежде всего тем, что там играет всего лишь только один аккорд ми-минор. Но ми-минор мы уже сегодня с вами неоднократно использовали, поэтому сейчас я на нем останавливаться не буду. А ритмический рисунок там отличается прежде всего тем, что до сих пор у нас всегда в левой руке не было перекрытия струн, то есть мы не глушили вообще струны в левой руке, да и в правой тоже. А вот в этой части как раз нам нужно играть иногда аккорд плотно по зажатым, а иногда нужно нам его либо расслаблять левую руку, либо просто перекрывать все струны левой рукой вот так вот. Таким образом просто мы закрываем, зажимаем. Аккорд ми-минор, и периодически просто перекрываем все струны. Ну давайте я покажу сейчас. Вниз-вверх. 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 В некотором смысле это похоже на песню «By the Way», потому что там... Да, но в принципе возможно они, участники группы «Дай же танка» и срисовали с этой песни, возможно нет. Я, в общем, отбуждать ничего не берусь. Но в целом некоторые аналогии прослеживаются между ходами музыкальными в обеих песнях. Вот, так вот, теперь давайте разберем. Значит, я не дрался, тело болит, я не пил, но ужасен мой вид. Играется абсолютно одинаково. То есть у нас тут 16 издалей. Первые две доли — это вниз-вверх. У нас вообще все играются. Вниз-вверх, 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 вниз-вверх. Вот здесь вообще все время последовательно играется вниз-вверх, 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 вниз-вверх. Так вот, первые две доли — раз-та — у нас играется аккорбный минор, зажатый. Вниз-вверх. И потом мы сразу отпускаем и перекрываем все струны в левой руке. И дальше играем просто вниз-вверх. В левой руке глушая просто все звук. Вниз-вверх. Вниз-раз-та, и-та, два-та, и-та, три-та, и-та, четыре-та, и-та. Я не дрался, а тело болит. Я не пил, но ужасен мой вид. Хорошо, первые две строчки мы с вами разобрали. Третья строчка. У нас учащается частота зажатого аккорда в левой руке. То есть у нас, смотрите, будет так. Раз-та, и-та, два-та, и-та, три-та, и-та, четыре-та, и-та. Это я не болен, но блевен, как бел. Я не болен, но блевен, как мел. Да, теперь, а я уже постарел вообще там еще чаще. Там как бы на каждую долю, на первую долю, на вторую, на третью, на четвертую у нас играет зажатый аккорд ми минор. То есть у нас раз-та, это зажатый, и-та, это расслабленная левая рука и перекрывающая все струны. Та-дам, 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 я не жил, а уже постарел, не смешно. Ну и так далее, да. Еще раз. Я не дрался, тело болит. Дрался, тело болит. Я не пил, но ужатин мой вид. Я не болен, но блевен, как мел. Я не жил, а уже постарел, не смешно. Да, и в последнем припеве играется следующим образом. Но он фактически играется точно так же, как и все остальные припевы, с той лишь разницей, что вот этот, помните, фрагмент, который у нас был в последовательности, аккорд до мажор, ре, соль, ре, он у нас игрался только один раз, а теперь у нас играется два раза. Смотрите. Не смешно. Совсем не смешно. И теперь и больше, и теперь аккорд соль. И больше никого, ре, никого, соль, никого, ре, никого. И опять аккорд до. Больше никого, аккорд ре, больше никого, аккорд соль. И дальше опять то же самое Но это дальше мы уже сами разбирали Короче говоря, просто вот этот И больше никого, больше никого, больше никого Просто вот этот рисунок До мажор, ре мажор, соль мажор, ре мажор Вторец два раза вместо одного Как это было во всех предыдущих куплетах В общем, на этом я считаю, что мы с вами С точки зрения аккорда и последности Мы с вами, в общем, всю эту песню одолели Надеюсь, что я доступно объясню Если что, с удовольствием принимаю Всевозможную критику И также свои какие-то, может, пожелания Партию соло гитары, ну или соло укулеле Мы с вами разберем в следующей части Так что не отключайтесь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок